Девушки отдыхают В следующем летом увеличится площадь цветников, всего высадят более 400 тысяч растений, появятся и новые локации. Какие? В очереди за пределами бюджетного горизонта власти Сургутского района заявили, что ведут переговоры, чтобы построить детский сад в Сайгате на раньше планируемого срока. И в Сургуте прошел первый городской турнир по метанию планеров. Самолетики ребята сделали своими руками. Власти Сургута попросили депутатов увеличить сумму расходов текущего бюджета муниципалитета на один с четвертью миллиард рублей. Пятую часть суммы намерены направить на повышение зарплат бюджетникам. Ранее эти траты не закладывали. Еще 300 миллионов рублей требуется на субсидирование городских автобусов-перевозок. 150 миллионов рублей просят выделить на ликвидацию колейности. Чуть больше 100 миллионов на ремонт дворов. 97 миллионов рублей нужно на ремонт двух корпусов 31-й школы. 81 миллион рублей на софинансирование реализации конституционных соглашений. 50 миллионов на подведение сетей к четырем будущим спортивным комплексам в районе перекрестка Майковского и 30 лет Победы, а также недалеко от ЖК Любимой. На подвоз детей к школам запросили 41 миллион рублей, еще 30 на ремонт тротуаров на Гагарина и энергетиков. Дефицит бюджета, если эти правки депутаты согласуют на заседание 28 февраля, вырастет до 2 миллиардов рублей. Для этого рака требуются источники финансирования дефицита бюджета в 2023 году в общей сумме 1 миллиард 253 миллиона рублей, которые предлагаются за счет уточнения объемов привлечения кредитов кредитных организаций в 2023 году плюс 500 миллионов рублей. И за счет остатка средств, которым можно распределить оставшиеся средства на счете на 1 января 2023 года в сумме 753 миллиона рублей. Во время рассмотрения поправок депутат Думы Сургута Владимир Болотов поинтересовался, выполнен ли его на кассу поиски средств на достройку объездной дороги вокруг водохранилища ГРЭС в район дачного кооператива Черемушки. Большая часть магистрали, напомню, готова. Остался стометровый участок, из-за которого трассу открыть невозможно. Поискать деньги парламентарий просел на слушаниях перед утверждением бюджета города на этот год. Вы мне заверили, что при первом изменении бюджета вы внесете поправки, связанные с проектированием оставшихся 100 метров до выреза на дорогу Черемушки. Я смотрел и так и не нашел строчки на проектирование. Значит, что касается объекта Черемушки, безусловно, он необходим, не первый год с ним работаем. В корректировке есть уточнение 732 тысячи рублей для завершения проектирования. 732 тысячи рублей 50 копеек. То есть в этом объеме поправок заложены средства на окончание проектирования, правильно? Совершенно верно. С каждым годом летний Сургут все больше становится похож на город-сад. В 2023-м в экономической столице округа еще почти на 20% увеличится площадь цветников. Работы по их обустройству, флористическому оформлению разделительных полос на автострадах, вертикальному озеленению начнутся уже в мае. Первыми на городских клумбах зацветут тюльпаны. Около 40 тысяч луковиц, высаженных минувшей осенью, ждут открытия своего сезона. Тюльпаны украсят три локации. Мемориал славы у вечного огня, территорию у памятника воинам-интернационалистам и транспортную развязку в центре у монумента основателям города. Всего в Сургуте планируется высадить около 400 тысяч разнообразных декоративных растений. Запланированы работы по созданию и содержанию 38 цветников. Будут дополнительно созданы два цветника. Это у нас появился 40-й микрорайон Крылов парк и новый объект возле кафедрального собора на улице Миров. Получило в этом году продолжение оформления города с помощью так называемых элементов вертикального озеленения. Плюс 117 новых вазонов для вертикального озеленения в этом году появятся в арсенале лесопаркового хозяйства. В общей сложности установят больше тысячи элементов такого эффективного и эффектного оформления улиц города. Новые разместят в сквере Аллея Славы на разделительной полосе на улице Арафлотской. На проспектах Ленина и Мира украсят городские локации и 25 топиарных фигур. Контракты на поставку новых конструкций для воплощения цветочно-озеленительных идей заключат уже в марте. Глава Ассургута на заседании штаба по городскому хозяйству также призвал благоустроителей уделять должное внимание содержанию клумб и газонов. Своевременно проводить реставрационные работы, не позволяя сорным травам затмить рукотворную красоту. Детский сад в деревне Сайгатина построят не раньше 2027 года. Об этом во время встречи с жителями населенного пункта рассказал глава Саргутского района. Андрей Трубецкой объяснил, что объект включен в государственную программу по развитию материально-технической базы образования, но стоит в очереди за пределами бюджетного горизонта. Сейчас власти муниципалитета, по словам руководителя администрации, ведут переговоры, чтобы сдвинуть возведение дошкольного учреждения на более ранний срок. Однако первостепенной задачей на сегодня для района является строительство школы в Белом Яру. У нас большой объект это школа, городское поселение Белый Яр, микрорайон Гидронамыф стоит 3,5 миллиарда рублей, поэтому сразу много объектов не получается включать, тем более они сейчас сильно вздорожали. Поэтому сначала школа, потом детский сад Сайгатина и тоже микрорайон Гидронамыф Белого Яра. На встрече жители также поинтересовались сроками расселения аварийных домов. Сегодня все деревянное жилье в Сайгатина признано таковым, однако возведение новых квадратных метров в населенном пункте не идет. Из-за этого квартиры собственникам аварийных площадей выдают в ближайшем населенном пункте, где идет строительство в Солнечном. Однако некоторые не хотят туда переезжать. Местная администрация пытается сделать все возможное, чтобы строить дома, начали в Сайгатина. Однако, по мнению Андрея Трубецкого, подрядчики вряд ли пойдут на этот шаг. На сегодняшний день земельный участок не сформирован. Это связано с ограничениями охранных зон газового трубопровода высокого давления. То место, которое ранее предполагалось, она, к сожалению, вошла в эту охранную зону. И сегодня мы прорабатываем вопрос, поместимся по площади или нет, где стоял у нас старый клуб и старый фаб. Там территория освобождена. Если по градостроительным нормативам мы войдем, то, в принципе, готовы найти застройщиков, которые здесь построят дом. Я далек от мысли, что кто-то в деревне Сайгатина построит многоквартирный дом. У нас есть аналоги с Итамина, Лямина, никто там не строит. Поэтому, ну, питать на это надежды, ну, это такие иллюзорные надежды. Можно, конечно, там упражняться с формированием земельного участка. Ну, я бы на это, честно говоря, не надеялся. Точно так же, как переселяли ГПЗ, также эти два дома по Сайгатина можно переселить, они в рамках отдельной очереди, там, я не знаю, подъезд или полподъезда им отдать. Глава Сургута Андрей Филатов поздравил с юбилеем двух ветеранов Великой Отечественной войны. Тружениц тыла Анне Григорьевны Потуроевой исполнилось 95 лет. Вера Михайловна Мозговая отмечает 90-летие. Она учитель по профессии и призванию, до сих пор передает свои знания подрастающему поколению. Готовит внука к сдаче единого государственного экзамена. О том, как в ее семье в 41-м узнали о войне и как помогали фронту, смотрите далее. Вера Михайловна, как и многие соотечественники, о войне узнала по радио. Это был обычный день, но в один момент веселые разговоры и детский гамм прервала мама, попросив детей помолчать. Мама побежала в другую комнату к радио. На стене висела большая тарелка черная. Мама припала туда, и мы думаем, что ж такое? И вдруг говорит Москва. Сегодня в 4 часа нам объявили, что началась война. Папа посоветовал, езжайте в деревню, мамину деревню, где она родилась. Там родственники были. Мама с детьми так и поступили. Работать в деревне приходилось наравне со взрослыми. В поле запрягали корову, распахивали землю, выращивали урожай и почти все отправляли на фронт. Мне было 8-9 лет в начале этой войны. Я, конечно, веду коровку, но не без того, что куда-то засмотришься. А мама на меня кричала, Верка, смотри, внимательно веди корову. Ага, давалую малышку мы забирали с тобой. Она сидела рядом в травке, на подсилочках, конечно, и наблюдала за нами, как мы пашем эту делянку. Папа и двое братьев Веры Михайловны ушли на фронт и все вернулись живыми. Один из братьев был узником Освенцима, сумел бежать и был пойман немцами и отправился вновь в тот же лагерь. Позднее в ходе наступления советских войск был освобожден. Отец по окончании войны был командирован в Мурманск, где командование разбиралось в обстоятельствах того, почему он во время службы попал в плен. Вера Михайловна вместе с мамой доказывали, что он честный красноармеец. И домой приехали вместе с ним. Вера Мозговая до сих пор спустя столько лет вспоминает о временах немецкой оккупации весьма эмоционально. Когда немцы были, нас захватили, они шарили по домам и все кричали «Яйки млека! Яйки млека!» Все это прочесывался, двор, и все выискивали. Если что, находились, забирали. Нам ничего не оставляли. После войны Вера Мозговая освоила профессию, о которой всегда мечтала. Стала учителем. Уже на пенсии переехала в Сургут к детям. Педагогические навыки применяет до сих пор. В свои 90 лет сегодня она готовит внука к сдаче ЕГЭ. Мария Лиланян, Дмитрий Круковец, Сургут-24. Сегодня в Сургуте в доме купца Клепикова прошло открытие выставки «Призвание учитель». Она посвящена известному сургутскому просветителю, педагогу-новатору, краеведу и музыканту Аркадию Знаменскому. Именно он стал одним из участников создания Сургутского краеведческого музея, которому в этом году исполнится 60 лет. О значительном вкладе Аркадия Степановича помнят до сих пор. И, конечно же, нельзя не вспомнить, что благодаря Аркадию Степановичу Знаменскому и музей-то в Сургуте образовался. Поддерживал он идею и Флегонта Показанева, и Ивана Прокопича Захарова. То есть, понимаете, все эти имена, эти люди, их присутствие здесь, оно неотделимо, это всегда здесь. И главное, по воле судеб, и так повезло Сургуту, что такие личности были в Сургуте, действовали и много сделали добрых и важных дел. В здании Купеческая усадьбы больше 30 лет работала единая трудовая 7-летняя школа. В ней как раз и трудился Аркадий Знаменский. Именно поэтому открытие посетили его бывшие ученики, многие из которых стали деятелями науки и культуры. На выставке представлено больше 300 экспонатов, в числе которых диорама учебного класса. Таким образом, посетители смогут ближе познакомиться с деятельностью педагога-новатора. Экспозиция доступна для осмотра до конца марта. Отвага, сила, бесстрашие – лишь часть тех качеств, которыми должен обладать настоящий рыцарь. А если он нефтяной, то к этим характеристикам нужно добавить трудолюбие, креатив и любовь к своему делу. В этом году на традиционный конкурс «Нефтяной рыцарь» заявилось более 30 сотрудников компании «Сургутнефтегаз». Чтобы стать победителем, участникам необходимо пройти три этапа. На полуфинале побывала. Наша съемочная группа Валерия Кудрявцева продолжит. Они не носят доспехи и мечи, не дерутся с драконами за сердце прекрасной принцессы. У них другие подвиги. За звание истинного нефтяного рыцаря сотрудники компании «Сургутнефтегаз» борются с 2005 года. За это время в конкурсе поучаствовали более 600 специалистов. Но победитель каждый год лишь один. Тот, кто лучше остальных, проявит себя на трех этапах состязаний. Первым делом выясняют, кто сильнее, быстрее и выносливее. Мы понимали, что рыцари – это все-таки что-то должно быть связано с мужеством, с какой-то силой воли или еще что-то. Поэтому мы сделали для рыцарей три тура. Первый тур обязательно спортивный. Он проходит в «Фокнефтяник», где они занимаются на спортивных тренажерах. Ну и в результате показывают, кто из них сильнее, ловчее, быстрее. Там и бассейн, там и тяга 50 килограммов, и прыжки тройные. В полуфинал проходит лишь 20 человек, что набрали баллов больше остальных. Далее – творческий конкурс. Тема видеовизитки – «Я часть нефтяной компании». Нужно было рассказать о своей профессии, пути и роли в «Сургутнефтегазе». Каждый старался сделать это как можно креативнее. И быстро, одержав победу и гордясь собой, иду на схват, грузи тележку за частями. Ее запомню дополна, чтобы обеспечить наш участок, работая до самого утра. Мне нравится принимать в конкурсах участие. Я в спектаклях люблю играть. Ну, интересно. Было много времени, чтобы подготовиться. Две недели давали. Я не один подготавливался. Помогала супруга, коллектив, работники с театра помогали очень хорошо. Многие участвуют в этом конкурсе впервые, несмотря на то, что в компании трудятся уже давно. Эмиль Маликов пришел в «Сургутнефтегаз» 15 лет назад. За эти годы стал мастером по добыче нефти и газа. Но особое место в его жизни всегда занимало творчество. Не раз был в числе победителей конкурсов между структурными подразделениями. В этом году решил побороться за звание нефтяного рыцаря. «Достойным сыном будь отца и своей мамой, чтоб гордость за тебя фамильной стала их чертой». «Придумывали коллективом, потому что все равно подход здесь у нас серьезный. Не так, чтобы лишь бы выступить там. То есть все это мы отрабатывали, готовились, репетировали. Текст очень у меня такой сложный. Стих. Я последний раз стих учил, наверное, в школе, поэтому мне это очень так тяжело удалось. Но подготовились, выучили, видео сняли». Эмиль стал одним из десяти участников, что вышли в финал по решению конкурсной комиссии. Заключительное состязание за звание нефтяного рыцаря пройдет 26 февраля. Валерия Кудрявцева, Сергей Коликов, Сургут-24. Предельный порог снижен. В Сургуте теперь классы будут переводить на дистанционное обучение. Если в коллективе болеют 15% учащихся, то есть примерно от 4 до 5 человек. Прежде ориентир составлял 20%. Об этом журналистам телеканала «Сургут-24» рассказали в департаменте образования администрации Сургута. В среду на удаленном обучении оставался 141 класс в 28 образовательных учреждениях города, а 11 групп в 9 детских садах закрыты на карантин. Если мы переводили на обучение с использованием дистанционных технологий, когда порог был 20% заболевших, то окружная санитарно-противоэпидемическая комиссия приняла решение о предоставлении возможности перевода даже при 15% детей. То есть, может, мы с этим можем прогнозировать вероятность роста количества классов, которые были переведены, но не из-за роста заболеваемости, а из-за снижения порога, при котором переводится на дистанции. По данным территориального управления Роспотребнадзора, по итогам шестой недели текущего года зарегистрировано 10,5 тысяч случаев заболевания среди сургутян ОРВИ и гриппом, что почти на 2,5% выше порогового уровня. Из общего числа болеющих почти 7 тысяч – это дети. Специалисты подчеркивают, чтобы не пополнить статистику и не подхватить вирус, в первую очередь важно соблюдать правила личной гигиены, стараться не посещать места массового скопления людей, держать дистанцию и пользоваться индивидуальными средствами защиты, а также при признаках простуды оставаться дома и не распространять инфекцию. Все привитивные меры, они оправданы. Не забываем про то, что профилактика начинается с дома. А именно правилом личной гигиены ребёнка, правилом, это прививается родителями дома. Чем чаще он будет обрабатывать руки, что он будет знать, что такое антисептик, как соблюдать правила респираторного этикета, как правильно чихать, кашлять, что если у ребёнка будет такая активная жизненная позиция по отношению к здоровому образу жизни, в том числе и к профилактике, конечно, это всё будет замечательно и будет помогать нам с вами стабилизировать ситуацию на территории города Сургута. Тотальный контроль. Сотрудники ГИБДД Сургута провели масштабный профилактический рейд на улицах города, а всё потому, что стали чаще выявлять пьяных за рулём. С 1 января 2023-го произошло 11 ДТП с участием водителей в нетрезвом состоянии. В них один человек пострадал. В прошлом году за этот период зафиксировали 9 таких происшествий. Травм не получил никто, сообщили в госавтоинспекции. За полтора месяца этого года выявлено более 200 водителей, севших за руль под градусом. 37 из них попались в течение года повторно и теперь стали фигурантами уголовных дел. За аналогичный период 2022-го количество пьяных шофёров было меньше – 156, а вот число так называемых повторников оказалось примерно на том же уровне – 32 человека. Мы поинтересовались у сургутских водителей, как они относятся к подобным тотальным проверкам со стороны ГИБДД. Чудом никто не пострадал в Сургуте. Из-за невнимательности одного из водителей перевернулась иномарка. По предварительным данным, около половины 10-го вечера на улице Островского в среду, недалеко от перекрёстка с Лифтюганском шоссе, водитель «Лексуса» решил развернуться, но не заметил на встречной полосе «Шкоду». Мужчина, управлявший чешской иномаркой, попытался уйти. Почти лобового столкновения наехал на обочину, в результате чего его машина перевернулась, затем задымилась. Возгорания, к счастью, не произошло, однако на место вызвали спасателей и полицейских. Страдавших нет. Возрождение авиамоделирования. В Сургуте прошёл первый городской турнир по метанию планеров. Самолётики ребята сделали своими руками, вырезали и шлифовали детали, чтобы добиться максимальной аэродинамики. Более 40 участников в возрасте от 7 до 17 лет запускали свои модели и соревновались в дальности полётов и в точности приземления. С юными авиапроектировщиками пообщалась Татьяна Расторгуева. Первые городские соревнования среди учащихся первых 11 классов по метательным планерам. Это самый начальный уровень авиамоделизма. Далее планируем проводить более серьёзные соревнования с более серьёзными моделями. Соревнования заключаются в двух дисциплинах. Это на дальность полёта планера и на точность приземления. У нас очень мало специалистов, в том числе технического и инженерного уровня. А ребята это всё будут осваивать. Допустим, в космос полетели мы первые. То есть наша страна полетела. Практически все космонавты были пилотами. Практически все пилоты были авиамоделистами. То есть когда-то занимались они в каком-то кружке. Первые городские соревнования по метательным планерам техноавиа прошли под девизом «Возродим технический моделизм». Авиамодельные кружки действительно ранее были в каждой школе. Сейчас в Сургуте взят курс на популяризацию такого вида дополнительных занятий. Сегодня у участников 11 образовательных учреждений. Это практически 30% от общей численности учреждений. Я думаю, что ребята сегодня показательно замотивируют. И все остальные учреждения точно так же присоединятся к такому замечательному событию. Чтобы на собственном примере показать, что небо ближе, чем кажется, на соревнованиях к ребятам обратились члены пилотажной группы «Барсы». Хотелось поприветствовать участников соревнований техноавиа от лица пилотажной группы «Барса». Пожелайте всем победы, хорошего времяпрепровождения. И, конечно же, самое главное – это стремление к своей цели, мечте. Сейчас вы занимаетесь моделированием, но, кто знает, уже завтра вы можете сидеть за штурвалом настоящего самолета. Авиамоделирование для многих ребят действительно шаг к своей мечте, а для кого-то даже продолжение династии. Это планер. Я его делал примерно на одно занятие. Тут сосновая рейка, а также все остальное сделано из пенопласта, а точнее из потолочной плитки. У меня в семье все связаны с авиацией. Вот. И дедушка, и мама, и папа. Дедушка у меня был механиком, ремонтировал самолеты. А я хочу делать самолеты и рисовать чертежи. Отметим, что соревнования проходили в рамках празднования столетия гражданской авиации России. На данный момент в Сургуте кружки по авиамоделированию работают в нескольких школах города, а также на базе Центра дополнительного образования «Технополис». Воспитанники последнего забрали два первых призовых места в соревнованиях в возрастной группе от 7 до 11 лет. Среди старших ребят отличились ученики лицея номер 3 и лицея имени Хисматулина. Татьяна Расторгуева, Мария Ливанян, Никита Бабенко, Сургут-24. И это была последняя информация выпуска. Я с вами прощаюсь. Увидимся в эфире телеканала Сургут-24. Этот выпуск, как и другие программы, можно найти в наших соцсетях и на сайте. Впереди еще коммерческая информация и прогноз погоды. Всего хорошего. До свидания. Представляем вашему вниманию жилой комплекс «Белые ночи». «Белые ночи» расположились на Мелик-Карамово, одной из уютных улиц Сургута. Развитая инфраструктура района, парк геологов, кафедральный собор преображения Господня способны сделать проживание в вашей новой квартире самым комфортным. А еще в жилом комплексе «Белые ночи» – отличное дворовое пространство со спортивными и детскими площадками. Подробности по телефону в Сургуте 765-708. 7 важных плюсов «Телеплюс». Высокоскоростной интернет, цифровое HD-телевидение, умные интернет-домофоны и смарт-четчики, охранное видеонаблюдение и система «Безопасный двор». Элементы умного дома. «Телеплюс». Для любимых абонентов. Включено все. Радио «Энерджи» Международное радио для продвинутых молодых людей. Нас слушают модные, стильные потребители качественной музыки. Радио «Энерджи» – это европейское качество. Проекты с участием мировых звезд жоу-бизнеса. Авторитетный радио-бренд. Утреннее шоу с черным перцем. Свободные от политики новости на любые темы. Танцевальное шоу мирового масштаба. Горячая тридцатка каждую неделю. Розыгрыши призов в эфире и большие турниры оффлайн. Выбери «Радио «Энерджи». Спасибо за внимание. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Новости и интервью. Развлекательные программы. Объективно о работе правительства и жителях Сургута, Югры на Рутюб-канале ОМЕДИА. Сургут-24. Подпишись. Будь с нами в центре событий. Рутюб-канал ОМЕДИА. Сургут-24. 16+. Редактор субтитров А.Семкин